Встреча друзей Владимира Путина – день второй. Именно так многие западные издания назвали заседание Шанхайской Организации Сотрудничества в Астане. Владимир Путин воспользовался случаем, чтобы продемонстрировать, что у него много друзей, несмотря на войну России против Украины, отметило агентство ДПА. Во время второго дня лидеры Страншос успели официально принять Беларусь в свои члены, до этого она была только наблюдателем, обсудить противодействие терроризму, развитие энергетики и коллективной безопасности. Также прошли несколько двухсторонних встреч. Ранее Путин уже встретился с главой КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Хур-Эл-Сухом, турецким президентом Эрдоганом, лидером Азербайджана Алиевым, а также с премьер-министром Пакистана Шарифом и президентом Казахстана Такаевым. Война в Украине не была официальной темой саммита, но её поднял сам Путин. Он заявил, что текущая ситуация в Украине – якобы результат абсолютно бесцеремонной политики США и их сателлитов, и вновь выразил свою готовность к переговорам. В середине июня нами представлен ещё один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное её западных спонсоров, принять его, позволило бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры. Уважаемые коллеги, мы благодарны участникам Шанхайской Организации Сотрудничества за предложение по урегулированию этого конфликта. Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы. Путин предложил заложить в основу переговоров по Украине так называемые «стамбульские предложения» – проект мирного плана весны 2022 года. Многие немецкие СМИ, комментируя встречу Шанхайской Организации Сотрудничества, назвали её саммитом автократической элиты, особенно важным именно для Путина. Для президента Путина встреча очень важна. Для него саммит имеет особое значение, ведь после агрессивной войны против Украины и последовавшего за ней ордера на арест, выданного Международным уголовным судом, Путин стал реже появляться на международной арене. Немецкие СМИ также напомнили – встреча для Путина крайне важна ещё и для экономического выживания, ведь именно её участники помогают ему обходить санкции. Однако для Путина это не только вопрос престижа, он зависит от присутствующих стран в экономическом и военном плане. Именно эти страны принимают активное участие в обходе санкций против России. Учитывая давление, которое США и ЕС оказывают на тех, кто помогает обходить санкции, для Путина тем более важно представить ШОС как оплот против Запада. Вот что о саммите ШОС и участии в нём России говорят западные эксперты. «Для Путина это одна из немногих встреч на международном уровне, где собираются представители международных организаций. Теперь стало возможным лично посетить Казахстан. Казахстан не является государством, признающим Международный уголовный суд. Следующий саммит БРИКС будет в Казани. Туда Путин может, конечно, тоже приехать. Такие встречи для него очень-очень важны. Иначе для него остаются только двухсторонние визиты. Для него это была возможность продемонстрировать внутри страны и за её пределами, что он не находится в глобальной изоляции». Эксперты при этом называют успехом ШОС то, что мероприятию удалось собрать в одном месте так много лидеров государств и правительств. На саммите также присутствовал генсек ООН Антонио Гутерриш. В своей речи он говорил о цинизме и кризисе доверия в мире, двойных стандартах и растущем неравенстве. Он отметил, что центральной целью ШОС как крупнейшей региональной организации должен быть мир и призвал к миру на Ближнем Востоке и Украине, основанному на уставе ООН и международному праву.